Вот скажи мне, пожалуйста, Настя, что ты здесь в лесу делаешь? Я прогоняю дождь. По всем правилам дождь прогоняет при помощи бубна. Виталя, бубном его призывают, вот не надо. А тем более, что я автомобилист, запаска вот с баллонником очень хорошо. Помогает. Нет уже сейчас. А чем тебе вообще дождь не нравится? Ты посмотри, это же не машина, это же поросенок. Ты считаешь, это проблемой? А? Я думаю, это не проблема. Берешь свой автомобиль и загоняешь на качественную авто. Все так просто уже. Да, все просто. Если заедешь до обеда, получишь скидку. Трехэтапная наномойка препаратами концерна Кох Чеми подарит твоей машине блеск и лоск. И не только. Лакокрасочному покрытию будет обеспечена длительная защита от грязи и пыли. А если снова дождь, то и капли надолго на поверхности не задержатся. И с каждой новой мойкой эта защита будет только усиливаться. Также по желанию профессиональная химчистка салона и полировка фар. Ну а пока ожидаешь завершения всех процедур, необходимое и полезное для тебя и твоего автомобиля сможешь купить в автобутике. Автокомплекс Макси на Шилова 100. Телефон для предварительной записи на автомойку 399-555. И вот таким образом, Настя, проблема грязной машины отпала сама собой. Ну хорошо, конечно. Все просто так. А как у тебя такая проблема? Отсутствие номера. Где? А куда делся? Еду, лужа, выезжаю, нет номера, уплыл. Ну значит тебе нужен дубликат номера? Я знаю место, где тебе этот дубликат с легкостью сделают. Записывай адрес. И на самом деле дубликат госномера получить проще простого. Главное знать правильное место. Приезжайте в этот автокомплекс и на специальном оборудовании вам изготавливают пропажу. Особенно актуально после потопов в нашем городе. Достаточно всего два документа. Паспорт и свидетельство о регистрации права собственности. Заполняем заявление. Через 10 минут получаем новый блестящий госномер. Помимо этого, здесь же можно официально оформить изменения конструкции вашего автомобиля. Первоначально собственник, который решил установить на автобусы, допустим, там багажник или на джип, установить там бампера усиленные. Поэтому сначала они приходят к нам. Мы оперативно выдаем заключение, заключение предварительной технической экспертизы. С этим заключением, вот когда он получил у нас заключение, после этого он идет в ГАИ. Гораздо удобнее прийти в одно место, где и проконсультировать смогут и сразу же переоформлением заняться. Здесь необходимый пакет документов можно получить в течение одного рабочего дня. Думаю, это отличная перспектива. Здесь же предоставляют услуги СТО и проводят техосмотр. Важно, что все это делается на профессиональном сертифицированном оборудовании. Уже интересно, где это? Пиши адрес. Агинский тракт 6, автокомплекс Ника. Приезжай. 18 августа автоклубы нашего города вновь собрались, чтобы выяснить, кто же круче. Правда, вместо сидения автомобили были удобные кресла, а вместо руля – джойстик приставки. Да и рубились они не в NFS, а в Mortal Kombat. Приехали ТАСС, Калдино, Хонда, Ниссан, Субару, Тауэр Ви клубы, а также Драйв 2 за Байкалом и мотоциклисты за Байкалье. Отдельный респект идейным вдохновителям и организаторам – директору сети автомоек Алексею Еремееву и руководителю Тауэр Ви клуба Евгении Буданцевой. Пока одни играли в PlayStation, другие не просто наблюдали, а участвовали в конкурсах. Там и гонки на радиоуправляемой машинке, и попытка продать абсолютно незнакомый тебе автомобиль. И, конечно, в каждом конкурсе победители ждали призы и дипломы. Вишенкой на торте было цирковое выступление с розыгрышем билетов на представление. Думаю, никто не остался равнодушным. Событий все больше клубы встречаются все чаще, и это радует. Вообще игры-то для детей. Ну что, я лучше попробую. Настя, Настя, что ты творит, а? Видела? Нет? О, боже ты мой! Ничего себе! А, вот это поворот, а! Давай, давай! ААААААА А! Ну что, как? Требз этот не мое. ДАААААААААААААААААААААААААААА! У меня беда, у меня машина нормальная, 2,5, 190 лошадей, пыталась поехать боком, у меня ничего не получилось, это вам не беда или нет? А редуктор у вас заваренный? А зачем его заваривать? Ну, чтобы ведущие колеса крутились вместе, а не по отдельности, когда редуктор открытого типа. Ага, вот я сейчас заварю, а как я потом просто так ездить буду? Будете нормально ездить, только немного дискомфортно при разворотах. Вообще, как подготовить машину к тому, чтобы можно было участвовать в соревнованиях по дрифту? Ну, именно по регламенту должна быть петля буксировочная, ковши. Также, ну да, ну еще желательно спортивную подвеску, потому что она стоковая, это будет очень тяжело, машина будет крениться. Заваренный редуктор, либо ЛСД, два лаэ редуктора и остальное только кипировки водителя. Кипировка водителя – это шлем? Шлем, надшлемник, перчатки, костюм, обувь. Почему именно механическая коробка нужна, чтобы ехать вот боком? Ну, только на механике можно чувствовать полностью автомобиль. И автомат, он долго в таком режиме не проживет. Это мой автомобиль, на котором я участвую в дрифт-состязаниях. Это Toyota Trueno AE86. Легендарный автомобиль 1984 года. На нем установлен двигатель от Nissan Silvia SR20D. Мощность около 320 лс. Также полностью облегчен кузов. Установлен каркас безопасности. Также ковши. И бензобак на 20 литров. Все стекла заменены, кроме лобового, на листеглаз. Поехали, друзья, вперед из песни, что называется. Дорогие друзья, конечно же, мы говорили вам о том, что среда – это, в принципе, такой вот день сюрпризов. День сюрпризов в эфире и не только в радиоэфире, но и в телеэфире. В студии Авторадио Чита в тепле и уюте ведущая вечернего эфира Полина Нижинская. Ну а мы на улицах города, где моросящий дождь, не смог отменить очередную мега-раздачу горячей и ароматной пиццы. Для тех, у кого автомобиль желтого, синего или красного цветов, у кого было желание утолить голод и получить заветный подарочный сертификат, коих в наших руках было вновь в большом количестве. И долго ждать не пришлось. Вот они, первые счастливчики. Ну а дальше, как говорится, пошло-поехало. В небе кружили винтокрылые машины, а у нас полным ходом шла мега-раздача. Без сертификата не уехал никто из тех, кто успел приехать. Хорвать будет? Будет! И еще раз говорим большое спасибо нашим партнерам за прямой радиоэфир Авторадио Чита, ну а за вкусную, ароматную, восхитительную пиццу для наших автолюбителей компанией Читер Пицца. Ммм, Читер Пицца. Горячая доставка. 210-100. Почему в БАК-20 он обычно уже больше обычных машин? Здесь больше не надо, как бы здесь на заезд хватает 20 литров вполне. А вот эту машину можно использовать в повседневной жизни? Ну там, не знаю, на природе ездить, ну вдруг. Подвеска здесь очень жесткая стоит, спортивная. На ней очень некомфортно ездить по нашим дорогам, с дырами, с этими выборами. Особенно после ливня. Особенно после дождей, да? Ну то есть получается, если вдруг я соберу свою машину, сделать из нее дрифт, автомобиль, то это все, я с ней прощаюсь и только вот на тренировке на нем езжу и все. Если полностью подготовить к соревнованиям, то да. Ну давай все-таки поговорим о том, сколько же, какие затраты, когда ты участвуешь в соревнованиях по дрифту, в плане подготовки машины, возможно, в плане того, сколько уходит резина, сколько уходит бензина. Перед каждым соревнованием начнем с того, что меняется масло, естественно. И после каждого соревнования тоже меняется масло. Масло тоже, как правило, непростое наливают для мощных двигателей, которые могут выдержать нагрузки. Также на резину очень много уходит. Кто-то бэушную покупает, кто-то новую. Естественно, все зависит от средств. Ну в среднем даже бэушную, если брать, то это около 15 тысяч, 20 тысяч будет. Бензин по сравнению с другими расходами вообще как бы не берется во внимание. Существенно сэкономить на топливе поможет компания, которая вот уже несколько лет предлагает установку газобаллонного оборудования всем желающим автомобилистам нашего города и края. Хорошая альтернатива бензину, цена на который постоянно растет. Еще одним большим плюсом является то, что газ экологически чистый вид топлива. Имеет более высокое октановое число и самое главное, почти в два раза дешевле бензина. Использование ГБО позволит уменьшить расходы на топливо до 50%. Установкой, настройкой и обслуживанием занимаются специалисты, настоящие профессионалы в своем деле. Само оборудование польского и итальянского производства, таких компаний как Digitronic Stack, Lavato Fast и OMVL. Оно отлично зарекомендовало себя при работе в различных условиях и режимах. Является надежным, безотказным и удобным. Заправить свой автомобиль газом можно на шести АГЗС в Чите, а также в Борзе, Краснокаменске, Петров-Забайкальске, Шилке, Нерчинске, Забайкальске, Могойтуе, Агинском, Улетах, Хилке, Карымске и Чернышевске. На всех основных трассах и направлениях движения. Хотите сэкономить? Переводите свой автомобиль на газ. Компания Чита Облгаз. Костюшка Григоровича 29, Ярославского 2, дробь 1. Можно я сейчас прошу твое отношение к тем людям, которые дрифтуют на улицах города, которые могут... Ну, просто он ехал, да, и поехал боком в повороте. Очень популярно это у нас на улице Ленинградская Ленина, на этом перекрестке. Очень часто там едут боком. Как ты к ним относишься? Ну, они делают неправильно, в первую очередь, потому что могут пострадать люди, которые вообще к дрифту отношения не имеют, как бы и не знали про него. Их лучше бы еще не знали. Ну, да. Ну, и как бы и самому можно тоже пострадать. Машины же не подготовлены, как правило, ни у кого нету ни каркаса безопасности, ни ковшей. Ни шлема. Ни шлема, да. У кого-то и подушек нету никаких. Андрей участник второго этапа Кубка Забайкальского края по дрифту. Он состоится 27 августа в 12 часов на авторынке поселка Ивановка. Приезжай там, точно будет интересно. Вот мы там будем. Итак, если ты занимаешься дрифтом и не знаешь, куда задеть убитые колеса, то есть неплохой вариант. В свой гараж ты можешь сделать вот такие вот очень крутые стулья. Что для этого потребуется? Итак, берем две покрышки, которые мы сожгли в хлам и не можем их использовать. Здесь же мы берем трос, режем его ножницами. Покрышки между собой мы также связываем тросы, то есть они поднимаются. И вот. Продолжение следует...